Вы знаете, Священное Писание предупреждает людей о нравственной жизни. И прелюбодеи, изменники, блудники, царство Божие не наследуют. Чтобы вы знали, другим сказали. Мы для этого сюда и пришли, чтобы людям возвестить волю Божию, которая изречена в этой священной книге. Вот как. Христианин, да, бать? Да, я христианин, православный проповедник. И мы специально пришли сюда, как врачи к больным людям. Рассказать, что ждет людей, если они не покаются, не примут Христа спасителем своим. Гиена огнена, червь, не умирающий огонь, не угасающий. А верующих ждет Царство Небесное, радость с ангелами вместе. А жизнь эта короткая такая. А кто тебя, бать, сюда-то послал? Знаете, люди спрашивают где-то там, а какие отношения в семье и прочее. Если вы мужчина, вы должны быть с бородой. Это первое, чтобы не быть подкаблучником. Чтобы жена знала, что ты ее не бросишь. Ты скала. А сегодня 86% разводов первые три года. Из 100, которые поженились, 86% уже друг друга разогнали. А мы, христиане, у нас ни одного развода нет, ни одного аборта. А в России за перестройку сделали 120 миллионов абортов. Государство погибло в утробе женщины. Вот как страшно живем. А почему бороду нельзя? Вас плохо слышно. Почему бороду-то надо отпускать? Потому что так Господь сотворил. Зачем испортить картину Божью? Что, в доме две мамы? Ну, а если человеку не идет борода? А идет, не идет, нам не спрашивать. Идет солнце, зима вот сейчас пришла, она не идет, она пришла. Я не хочу стареть, но я старею. Так и здесь. Ты должен быть верным Богу во всем. А не так, что у меня радости нет, дай я выпью, дай укол сделаю. Радость в Боге должна быть. Что мы заповеди не нарушили, Христа прославили. Даже безбожий коммунист Ульянов Владимир и говорил, наша радость от трудовых успехов. Мне нравится это выражение. Для Бога надо жить. Проверять себя Евангелем, как написано, чтобы не согрешить. Тогда у тебя врагов не будет. Они будут враги, но ты за врагов их считать не будешь. Ты им будешь помогать, чтобы они были другими. Вот штука-то какая. А люди Бога не знают, ну и поэтому умирают. Прямо женщину увидеть. А они знают, в Библии написано, у Соломона было 300 жен, 700 наложниц. Он в женщинах разбирался. И говорит, и нашел я, что женщина горше смерти. Через нее все мы умираем. Ева согрешила, а потом дальше все пошло. И уже умерло больше 100 миллиардов людей. Я не говорю, что жена законная, это хорошо. Ты цени ее, готова быть умереть за нее. Никому не отдавай. А если она незаконная, сегодня же расстанься и попроси прощения у Бога, у Христа. Ну да, сходить в храм Божий. У священников исповедоваться, им дана власть отпущать грехи. И больше на старую блевотину не возвращаться, как вымытая свинья. Надо Бога благодарить. Если Бог дал тебе жену, ты ее береги, как глаз свой. Она должна тебя бояться и слушаться. А ты ее любить, какая бы она ни была. А она не слушается меня? Не слушается, значит, она видит, кого слушается, безбородая щучила. Что смеешься-то? Это Бог так сделал. Вы в храм зайдите. Христос с бородой. Апостолы, пророки с бородами. Даже основатели социализма. Фридрих Энгельс сидит, вот такая борода. У Карла Маркса поменьше. У Ленина только клинышек. У Сталина только усы. А за ним Хрущев пришел, даже на голове ничего нету. Это прогресс. Борода не дает мне здесь, на подбородок пыль не садится. Я не скоблю. Денег за это платить не надо. Я мужчина. Ты должен быть твердый, чтобы жена знала, что ты советуешься с ней, но сделаешь так, как тебе нужно. Куда, говорит, иголка, туда нитка. Куда иголка, туда нитка. Иголка это мужчина, а женщина нитка. Должна быть без узлов, иначе оторвется. Ну, Бадя, ты сколько тебе лет-то? 81-й год. Живу в Барнаул-Атайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Много повидал, много знаешь, да, я смотрю. Ну, я всю жизнь учусь. Учусь. Одно дело, то Господь позволил нам строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну. Я был начальником детского лагеря, основал его. 45 лет. Да еще три года, сейчас 48. Подняли тысячи детей, отдохнули-то. И государство ни рубля не дало. Только гнобили, давили, преследовали. А мы выстояли. Ни на кого не злимся. От Бога. А сейчас, где находишься? Я сейчас сказал, Барнаул. Город Барнаул, Алтайский край. Не, я смотрю, смотрю, у тебя там печка, да, вроде какая-то? Да, печка. Печка. Какие-то, много всяких книжек или чего-то. Да, я сам печник, сам печник. 40 лет печи делал. Это дома ты у себя? Да, дома. И дом этот очень необычный. Он один, может быть, на всю страну. Почему? А почему? Слушай внимательно. Я, Лапкин Игнатий Тихонович, искренне уверовал. А литературы нет. И я на пленку, тогда катушки были, насчитал Библию и 50 книг божественных. Но насчитал архипелагу Лак Солженицына. И брал интервью репрессированных, невинно осужденных. Ну, написал стихотворение, там, Ленина помянул. У меня 4 тома, стихов по 800 страниц. Ну, и меня. Я в 87-м году только освободился. А в 91-м был реабилитирован. И стал подавать в суд. У меня же изъяли все, фанатеку-то. По государственным расценкам, мне они должны были 11 миллиардов рублей, теми недоминированными. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. А денег нету. Они хитро сделали. КГБ арестовывало, и они в стороне. А ответственным сделали городскую администрацию, через нее провели. А у них денег нет. А судебный пристав, который у меня вела дело, и она им сказала, пока с Лапкиным не рассчитаетесь, будут арестованы все счета. Ни один бюджетник не получит. Ни учителя, ни врачи. Ну, и со мной стали говорить уже по-хорошему. Я говорю, тогда давайте недвижимостью. И вот это место, где я сейчас нахожусь, это Калаоби, красивое такое. 13 соток и два дома. Мировое соглашение. И я владелец теперь здесь. В одном мы храм сделали, а в другом я живу. Приехал мэр города. Главная газета. Приехали корреспонденты, все засняли. И газете большая статья была. Лапкин предпочел храм недвижимости. Вот какое место. И я тут живу. А это палати. Нары. Ну, для кто приезжает в гости, чтобы было где ночебать. Вот, интересно? Да. Да. И поэтому, чтобы я-то каторжник, я в тюрьме сидел, но теперь я реабилитирую со всеми льготами. Я не виновен. А мне политическую статью дали. А ты можешь показать, что у тебя там как? Что показать? Ну, дома. Ну, как показать-то? У меня большой, это сказать, компьютер, и монитор стоит все это на месте. Я не могу разворачивать. Оно все приклеено. У меня это не планшет. У меня большой, современный компьютер. Вот, если вы зайдете на наш видеоканал, мой канал, он называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Вот, если наберете, вы сразу зайдете. канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У меня 17 тысяч 300 роликов. Тысяч. У нас сайт, форум, мой мир, у меня там 24 тысячи наших фотографий. То есть это огромные-огромные ресурсы. Если вы зайдете по скайпу Игнатий Лапкин, я скину остальные ресурсы вам. Понятно. Ну как, поговорили, неплохо? Ну да, я в основном молчал. Слушал только. Ну, у меня есть что сказать. Я молодой, я молодой. Если вопросы есть, можете задать. О душе, о вечности, о будущих судьбах мира. Ну вот про волосы, про волосы и про бороду я вот слышал. Ну, про бороду тут говорить не надо даже. Волосы даже на голове. На голове мужчина не должен длинные волосы, а женщина должна волосы не подстригать. Длинные. Это природа так учит. А я вот видел одного, я не знаю, в чем он там верует, если честно, но у него, он говорит, стричься вообще, говорит, стрягусь раз в год. Волосы стрягу. Что у него волосы длинные? Ну, такие вот, чуть длиннее, чем у тебя. Ну, это неправильно. Написано, если мужчина растит волосы, для него это бесчестье. А если растит волосы длинные женщины, для нее честь. У нас написано в Библии. И мы стараемся это выполнить. Это Божий человек, это храм Божий. Мне нельзя ни наркотики принимать, ни пить. Господь говорит, кто разрушит этот храм, того я покараю. Ну, и поэтому у нас в рот не берем алкоголя. Не курим у нас, ничего этого нет. Понятно. Ну, это, если веришь, тебе это не в тягость будет. Я верю, мне это легко и радостно, что я нахожусь под защитой Божьей. Если у нас же все равно несправедливость же есть. Да. Дети больны раком. Да. Там всякие заболевания. Вот почему? Потому что Бог создал человека. Дети принадлежат не нам. И он знает, что из этих детей будет дальше. Может, это бандиты какие. И Бог раньше времени их забирает. А может, через болезни детей Бог выразумляет родителей. То есть, ответа не один, а два, три может быть. Но в вечности откроется. Мы не можем руководить. Мы не знали, как ребенок у тебя, как у него, где нос будет, где... Ты ничего не знал. Переспал с женой, а дальше все само сделается. И поэтому ты должен благодарить Бога, что Бог дал ребенка или не дал. Здоровый или больного одинаково благодари Бога. Он Всевышний. Он знает. Наперед. И поэтому нам плохого не дает. Надо за все благодарить. Хорошая погода, плохая. Разницы нет. Уволили с работы, не уволили, да? Да. Ну и тогда тебе легко. Я сажусь поесть. Хлеба у меня хватает. Но я молюсь и говорю, Господи, хлеб наш насущий подавай на каждый день. Я выхожу и благодарю. Ты мне, Господи, дал. Все такое простое. Там картошка и рыба. И благодарим Бога. Потому что он хозяин. Его земля, его солнце, его воздух и плодородие. Посадил там семечко какое-то, а вырастет уже больше. Можно собирать что-то. Это Бог-творец заложил в каждое зернышко, чтобы приносили деревья, плоды. Все для человека, для славы Божией. А если жена изменять будет, она и Боженька ее нахажет? Да, это страшное состояние изменяет. Это не приведи Господь. Если она изменяет, ты имеешь право развестись с ней, но не жениться, пока она не умрет. А если не можешь один жить, прости ей. Прости. Мы все грешные. Прости. Это я говорю по нашему евангельскому закону, который оставил нам Дух Святой через пророков. Дух Святой. А если муж изменяет? Третье лицо Троицы. Ну, я говорю, как у нас написано. Я же не посягаю на вашу свободу. Ну, ну, ну. А если муж изменяет? Жене. Ну, точно так же. Она имеет право уйти, но лучше, если они примирятся. Пройдет эта дурь-то вся, и потом будешь радоваться, что семья сохранилась, дети неброшенные. Да и... А вот если он в церкви, церковной, и муж изменил, то его от церкви отлучают на 6,5 лет. Он будет стоять там с соглашенными отдельно. Понятно. Ну, так это же для пользы нам. Церковь – это любящая мать. А не то, что она там накажет, это мне больно будет. Мы должны любить, наш Отец Небесный нас наказывает болезнями, авариями, непорядками. Мы за все должны благодарить. Он знает, меня сотворил. Как мне жизнь закончить? Мне вот 81-й год. Я никогда не думал, что я доживу. Я не просто доживаю. У меня ни одной таблетки еще внутри не было. Я все делаю сам. А что делаешь? Есть какие-нибудь эти рецепты? Как? Рецепты у тебя какие-нибудь есть? Никаких. Просто летом можно ходить босиком. Ну, у нас тут, мы же деревню строим, там ездим. Я уезжаю на 4 месяца туда. Рыбачим. Грибы собираем, ягоды. И главное, ты внутри себя мир имей. Не злись. Вот тот-то плохо сказал, тот плохо. Ты сотвори молитвы, скажи, Господи, твоя воля. Прости ему. Он не знает, что худо сделал. Чтобы не было так, а вот чтобы ему плохо было, это нельзя. Ты благодари Бога, у тебя светлое облако вокруг тебя будет, как благодать Божия. Видимое для Бога. Люди не уверят это. Вот я живу, допустим, с женой 50 с лишним лет, и она меня, лежащего на постели, еще ни разу не видела. Жена меня за полвека ни разу не видела, лежащего на постели. В смысле? Днем. Днем, чтобы я ложился. Мы встаем в 4.40. В 4.40 всегда, чтобы помолиться. У нас правила строгие. Мы должны молиться, и после молитвы 100 поклонов. 100 поклонов. И так вот, вот это вот 100 поклонов в день 7 раз. Вот у мусульман, у них 5-кратный намаз. У нас 7-кратный. Да еще утром, вечером. Получается 9 раз. У нас очень строгая вера. Наши, наших сестер, когда видят, тут бывают мусульмане, они одеты у нас два платка, как хиджаб, платья до полу. И когда видят наши сестры, а я говорю, мы это православные, нет, это мусульманки. Понимаете, нас принимают за мусульман, что мы так строго исполняем все. Ну ладно, бать, спасибо тебе. Всего хорошего. К вас как звать-то? Серега меня. Сергей? Угу, это почтенный. Почтенный. И перевод на русский язык. Сохраняй себя. Спасибо. Во славу Божию. Благословение вам да будет от Бога. Найти Господа Иисуса Христа.